Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, прими выше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 10 августа, понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Первого Послания святого апостола Павла Коринфяна, глава 15, стихи с 12 по 19. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение первого послания святого апостола Павла к Коринфянам. 15 глава, стихи с 12 по 19. В этом отрывке апостол Павел затрагивает креугольный камень, основание нашей веры во Христа, и вообще затрагивает самую суть нашего спасения. Мы спасаемся Христом, но за словом спасения стоит более расширенный термин, более расширенная история. Это не просто как некий такой акт одного события. В православном догматическом учении, так говорится, домостроительство нашего спасения, которое включает в себя множество аспектов, которые в годовом богослужебном круге освящаются православным богослужением. Это и Боговоплощение, это крещение, это весь путь евангельских событий, это преображение, это крестная смерть спасителя, да, Великая Пятница, это воскресение, это Вознесение, это Пятидесятница, это целый комплекс событий, это история. Но мы веруем, что через Христа приходит спасение. И через крестную смерть мы с Богом примиряемся. Но усвоить дары этого примирения мы можем только, если бы Христос воскрес. А Он воскрес. Но если, апостол Павел говорит, если Он не воскрес, то вера наша тщетна. Итак, давайте обратимся к тексту. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Здесь мы встречаемся еще с одной проблемой коринфской общины. Мы видим, там были разные проблемы, проблемы с достойным, недостойным причастием, какие-то духовные, нравственные проблемы. И вот еще одна из проблем, это то, что некоторая часть общины не верит в телесное воскресение Господа Иисуса Христа. Не верит, что Он воскрес. И этому есть особые причины. Скорее всего, так как коринфяне – это город языческий, город эллинской культуры, сосредоточие многих религиозных культов, религиозных традиций, и в том числе, ну, это все языческие традиции, и, ну, кроме иудаизма, да, который там тоже, очевидно, присутствовал. Соответственно, в греческой философии мы читаем, что тело – это гроб. Знаменитое выражение Платона, Сома, Сима, да, тело – гроб. Тело – это клетка души. Тело – источник греха. Тело – это то, от чего человек должен освободиться, чтобы направить свою душу в полет, в мир идей, эйдесов, где человек уже будет пребывать в этой гармонии, в этом абсолютном мире и так далее. А тело – это лишь клетка, от которой мы должны избавиться. Поэтому мы должны его как-то умершлять. И здесь два пути аскезы. Вернее, один путь аскезы, другой путь антиаскезы. Аскеза – это путь, когда ты различными упражнениями умертвляешь. И вот такой вот путь крайней аскезы – это путь стоиков отчасти. Соответственно, ты должен принимать удары судьбы, ты должен умершлять свое тело, должен его не баловать и так далее. Но в крайних формах это действительно доходит до такого крайнего аскетизма, истощения. Ты должен полностью тело свое умершлять всеми возможными способами, видимыми и невидимыми. Другая крайность – это то, что, ну, это тело, это всего лишь клетка. Душа из нее так рано или поздно вылетит. Я живу, я все равно умру. Соответственно, аж чего мне умершлять тело, если оно само умершляется? Я лучше буду предаваться греху, я буду предаваться сладострастью, буду не заботиться о нем. В общем, буду страдать всеми пороками. Соответственно, вот такие две крайние формы. И, очевидно, они присутствовали и в Коринфе. Вот эти формы. И апостол Павел говорит о том, что вот из этого мировоззрения, от того, что тело – это гроб, и воскресение воспринимается как нечто, наоборот, не позитивное, а негативное. Соответственно, они, очевидно, пытались как-то метафорически, символически осмыслить факт воскресения Христова, что это был как бы такой образ, некий символ, как символ умирающих и воскрешающихся, воскрешающих, воскресающих богов в античном мире. Вот эта цикличность, то есть это такое осмысление, философское осмысление в контексте эллинской культуры, эллинской религии и философии. Апостол Павел же говорит, нет, христианство говорит о противоположном, и оно говорит о том, что Христос действительно воскрес. Бог воскресил Иисуса, говорит апостол Павел, и он говорит, если, у него здесь богословский аргумент, он говорит, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Да вообще вся вера христианская, она тщетна. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы еще и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если что есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, вот этот богословский аргумент, то вера ваша тщетна. Во что мы верим? Верим в то, что мы спасены через крестные страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа, вознесение Его на небеса. Если мы выбиваем что-то из этого списка, то все, вера наша тщетна. Спасения нету. Значит, правильно говорит апостол Павел, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Соответственно, мы на кресте Христос искупает рот человеческий, но прикоснуться к этим дарам мы можем только через воскресение Господа Иисуса Христа. Если Он не воскрес, то мы не искуплены. Грехи не искуплены. То есть не прощены. Соответственно, мы не имеем спасения. Значит, вера наша тщетна. Потому что нету вот этой актуализации спасения. Есть действия, спасительное действие, как крестная смерть, но нету актуализации и того, что дало бы, сделал бы эту смерть актуальна для всех во все времена. Ибо эта смерть была бы актуальна только для конкретного исторического периода. И для небольшого количества людей, если бы Христос не воскрес. Он умер конкретно за каких-то там учеников, за последователей, вот этот временной промежуток. И без воскресения никто бы не смог прикоснуться к этому чуду, к этому примирению. И только через вознесение стало возможно дарование благодати Святого Духа всем, чтобы появилась церковь в день Пятидесятницы. Поэтому, если мы не верим в воскресение, то вера наша тщетна и нет в ней смысла никакого. Потому что вера в воскресение Иисуса Христа – это краеугольный камень нашего спасения. Без нее ничего бы не было. Бог мог воплотиться, мог умереть на кресте, но без воскресения все это было бы не актуально. Он стал бы лишь одним из многочисленных пророков, которые умерли за правду Божию. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Будем верить в воскресение Господа нашего Иисуса Христа и прославлять это событие. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова